Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из коллекции музея имени Глинки Сегодня мы отправляемся в солнечную Италию, на родину столь же теплого позвучания инструмента – мандолины. Она появилась в Италии в XVI веке. Первыми образцами музыки, специально предназначенной для мандолины, были обработки популярных танцев и песен. Уже в следующем столетии инструмент все чаще стал включаться в состав оркестров при исполнении духовных и светских кантат, опер и ораторий. В XVIII столетии искусство игры на мандолине переживало расцвет. Она получила известный в соседних с Италией странах и стала одним из излюбленных инструментов камерного музыцирования. Особенно популярная мандолина стала в Париже, куда вслед за оперными певцами устремились итальянские виртуозы. В разведении для мандолины создавали известные композиторы – Антонио Вивальди, Джованни Перголези, позже – Людвиг Ван Петховен и Оаган Гумель. Мандолина звучала в оратории Георга Ридриха Генделя, Александра Балус, в севильском цирюльнике Джованни Пазиелла и Дон Жуанни Вольвенга Амадея Моцарта. В России этого времени непродолжительный всплеск популярности мандолины был спровоцирован гастролями генуэзского виртуоза Дзани Бонни, давшего концерты в Петербурге и Москве. Именно его выступление побудило Пазиелла в то время придворного композитора использовать этот инструмент в севильском цирюльнике, поставленном в Петербурге в 1782 году. Успех оперы на многие годы прочно связал мандолину с аккомпанементом серенад в комических операх. Существовало несколько типов мандолин, различавшихся по числу струн, строю, форме корпуса и длине грифа. Наиболее популярной стала неаполитанская мандолина. Она имеет выпуклый корпус, склеенный из отдельных сегментов, овальную деку с поперечным изломом, короткую шейку с фрезными металлическими ладами и плоскую головку с механическими колками. Строй у неаполитанской мандолины квинтовый, как у скрипки. Четыре парные струны настраиваются в унисон. Звук инструмента серебристый, яркий и звонкий, но быстро затухающий. Продлить его можно, используя прием тремоло. Играет на мандолине при помощи плектра, который изготавливали из черепашьего панциря. Из этого же материала делалась накладка, которая наклеивалась между резонаторным отверстием и подставкой и защищала деку от ударов плектра. Неапританская мандолина из фондов музея изготовлена представителем семьи выдающихся итальянских мастеров Гальяно, о чем свидетельствует печатный этикет. Януарис Гальяно, сын Алессандро, Неаполь, 1765. Интересна характерная для мандолина 17 века деталь. Холки на головке инструмента вставлены сзади. Мандолина – это не только сольный, но и аккомпанирующий, и ансамблевый инструмент. Существуют оркестры мандолин, в состав которых иногда входят также гитары. Такие оркестры носят названия неапританских. Она получила известность в соседних с Италией странах и стала одним из излюбленных инструментов камерного музицирования. Экспо-музыка – шедевры из коллекции Музея имени Глинки. Субтитры создавал DimaTorzok